Посмотрите на Арарат, дорогие друзья. Почему, когда я смотрю на него, во мне происходит что-то неописуемое? Какое-то восхищение и одновременно какая-то печаль? Думаю, вся причина в том, что гора Арарат находится не в составе Республики Армения. Что вы думаете? Как относились бы мы к этой горе, будь она в составе современной Армении? Я отвечу, смотря на то, как мы относимся к тому наследию, которое мы имеем сейчас, то к Арарату в таком случае мы бы отнеслись абсолютно безразлично. Точно так же, как мы относимся к горе Хуступ и точно так же, как мы относимся к горе Арагат и к другим горам, которые находятся в составе Армении. Многие сейчас смотрят на развалины города Ани с ее храмами и плачут, проклинают турок за это. А что было, если бы Ани был у нас? Как вы бы относились к этому городу с ее храмами? Смотря как многие из нас относятся к храмам, к христианству, к воскресной литургии, то могу ответить на этот вопрос. Большинство отнеслись бы к Ани в составе Армении совершенно безразлично. Точно так же, как большинство безразлично относились к Хазан-Чицоцу до того, как мы потеряли этот храм и город Шушиве в 44-х древней войне. А как только потеряли, то сразу же начали ценить, то сразу же начали любить, проклинать кто-то начал, ненавидеть. Почему-то мы начинаем ценить только тогда, когда теряем. Друзья, надо всегда любить то, что ты имеешь. Всегда нужно ценить то, что ты имеешь, чтобы ценимое тобою не потерять. Не нужно терять, чтобы потом образумиться и начинать ценить. Если бы не потеряли, то большинству и в голову не пришло бы, что у нас в Арцахе есть такой храм. Про Дадиванг вообще молчу. Молчу даже про пустующие церкви в современной Армении, которые, к сожалению, если мы так будем продолжать, безразлично относиться, будут ждать своей очереди, быть потерянными и уйти в руки врагов. Если мы не образуемся и не будем ценить и любить то, что мы сейчас имеем, например, Бога, например, наши церкви, наши храмы, святую литургию, которая проводится каждое воскресенье во всех церквях, если мы не будем любить свою Родину, свое Отечество, свой город, порядок в своем городе, красоту в своем городе, в своем Отечестве, каждый дом, каждый поселок, каждое село, наш флаг, так, если мы это не будем любить, если мы не будем ценить свой народ, то, к сожалению, так произойдет, что мы потеряем его. Надо научиться любить и ценить то, что ты имеешь уже сейчас. Давайте начнем, друзья, любить, начиная вот с этой горы, как мы сейчас любим эту гору, как мы ее ценим. Давайте начнем ценить и любить то, что хотя мы сейчас имеем, чтобы сохранить это и, дай Бог, в будущем приобрести и эту прекрасную, чудесную гору, и все остальные горы, и все то, что приезжало нам. И дай Бог, если мы научимся ценить имеющееся у нас сейчас, то в будущем с Божьей помощью мы приобретем то, что по праву принадлежит нам. Спасибо, что досмотрели это видео. до конца. Если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подписывайтесь. Будем благодарны за вашу подписку, за ваши лайки и за комментарии. А если у вас возникло желание поддержать наш проект, то ссылки в описании.